Да-да, именно так, бессмысленные, беспощадные. Друзья, мы можем рассчитывать на то, что в ближайшие два с половиной года наши жизни очень сильно поменяются. А всё потому, что нам предстоит пережить новый транзит Сатурна. Транзит Сатурна в знаке Рыбы. Любое мнение по поводу вот этого ответственного, странного, двусмысленного транзита Сатурна в Рыбах, мне кажется предвзятым. Потому что, с одной стороны, не нужно слишком пугаться и паниковать. Видите ли, так устроено небо, Вселенная, или так устроены наши астрологические представления об этом самом небе. На небе всегда есть какие-то неблагоприятные, для нас, естественно, небо самому всё равно, какие-то неблагоприятные аспекты, которые нам мешают жить. И Сатурн в Рыбах, это один из них, это может быть не самое рядовое, но тем не менее нормальное событие, нормальное явление, которое повторяется как минимум один раз в каждые 30 лет. Не так уж редко, не в 300 лет раз что-то такое сумасшедшее случается, а каждые 30 лет регулярно Сатурн в Рыбах. И в то же время, что важно, не нужно пытаться находить какие-то плюсы, какие-то радости и основания для счастливых ожиданий на ровном месте. Потому что не надо восторгов, я сказала, не надо паники, но не надо и восторгов, потому что Сатурн в Рыбах – это плохо. Сатурну в Рыбах делать нечего. Ну вот если мы с такой мерочкой подходим к астрологическим каким-то событиям и явлениям, Сатурн в Рыбах – это плохо, потому что когда встречается вот эта планета Сатурн с зодиакальным созвездием или зодиакальным знаком Рыбы, это происходит встреча двух очень разнонаправленных, полярных и враждебных таких энергий. Вот если мы представим, например, эту планету Сатурн и знак Рыбы в виде каких-то двух людей, то эти люди друг друга не переваривают, понимаете? Вот они друг друга просто ненавидят, потому что Сатурн – это такой персонаж, очень строгий, справедливый, задача которого – нести карму и каждому воздать по заслугам. Сатурн заботится о том, чтобы каждый получил то, что он заработал, чтобы Сатурн выставляет какие-то заборы, задает рамки ответственности всем и вся вокруг. Он за всеми даже не наблюдает, а надзирает буквально, всеми руководит. Он следит за тем, чтобы… Ну, за таким вот всеобщим вселенским каким-то меропорядком. А вот знак Рыбы, представьте, это какой-то такой юный по весам, который… Свободный художник, который увлечен творчеством, провозглашает идеи свободы, равенства, братства, который полностью погружен в себя, который любит не математику, как Сатурн, а разные, например, эзотерические знания и метафизику, понимаете, да? То есть это столкновение двух полюсов, двух миров. И что бывает, когда сталкиваются… Когда в обычной нашей жизни сталкиваются настолько разные люди. Вот то же самое бывает, когда сталкиваются настолько разные, ну, астрологические какие-то… тенденции, да, астрологические фигуры. Вода и камень, стихи и проза, лёд и пламя не столь различны меж собой. Вот это всё относится и к Сатурну в знаке Рыбы как раз. Где Сатурн, а где знак Рыбы, да? Это лёд и… Вода и камень, скорее, правильнее так. Вода и камень. Вот настолько такая разница. Вот мы, представьте, переживаем сейчас с начала марта до 2026 года этот транзит Сатурна в Рыбах. Но путь к пониманию настоящего и будущего – это всегда взгляд в прошлое. Вот вспомните, что с вами случилось, что с вами происходило, как вы вашу жизнь проживали в 94-м, 95-м и в начале 96-го года. Вот это был прошлый транзит Сатурна в Рыбах. Конечно, мы все понимаем, что для нашей страны, для России это было время, это всё на слуху. Это как раз был расцвет 90-х, вот эти все беспредельные вещи, преступность, секты и так далее. Ну, для каждого это время, эти магические 90-е, они тоже как бы свои. Хотя я думаю, что части моих зрителей вспоминать-то нечего, что с ними было в это время, потому что вы родились позже, вы родились после. Но тогда вам тем более должно быть интересно, это ваш первый в этой жизни, в этой вашей инкарнации, ваш первый транзит Сатурна в Рыбах. Представьте, сколько открытий, сколько откровений вам предстоит пережить и всего узнать. Вообще же Сатурн называют медленной или медлительной планетой. Кто называет? Это, знаете, о суде, кто? Люди называют Сатурн медленной планетой. Сатурн, который там на невероятных оборотах несётся в бесконечной Вселенной. Мы, нано-пылинки, развиваем скорость, когда на своих двоих до 6 км в час, прости господи, да, мы обзываем Сатурн медленной планетой. Ну вот так, вот он медленно. На самом деле ничего не медленно. Он ничуть не медленнее других планет летает. Просто проблема в том, что Сатурн находится далеко от Солнца. Далеко. То есть, понимаете, да? Радиус обращения больше, орбита его больше. И ему, чтобы облететь Солнце, вот нам нужно на Земле. Мы облетаем за один год наш. Мы же своими годами считаем. А Сатурну с его огромной орбитой нужно 30 лет. Ну, там не 30, там 29, наверное, где-то с копейками вот так. И 30 лет надо, чтобы вот облететь Солнце, понимаете? И поэтому он весь полный цикл 30 лет, да? В каждом знаке он на 2,5 года задерживает. Любая планета в своем транзите, то есть, когда проходит зодиакальный какой-то отрезок в проекции знак определенного, она активизирует, акцентирует внимание на темах, которыми заведует, которыми занимается этот знак. И вот смотрите, что получается. Как это очень наглядно видно. До этого сейчас Сатурн перешел в рыбы, мы об этом говорим. А до этого, соответственно, он проходил, был в знаке Водолея. Транзит был Сатурна в Водолее. И ведь он выпал на вот такие вот годы, 19-е, 20-е годы. Это пандемия, правда же? Это пандемия. А Водолей как раз отвечает за группы людей, взаимодействие больших групп, стран, народов, каких-то таких вот сообществ, общностей вот этих людей. И что Сатурн Водолей сделал? Абсолютно по-другому расставил силы и установил на всей планете, правда? Новые правила взаимодействия между группами людей. Это, вы знаете, маски, это и изоляции, и удаленная работа, которые к великой радости именно из-за этих драматических событий многие научились и перешли. И у Сатурна действительно теперь будет две задачи. Кого-то просто полностью, как помягче-то, обидеть, низвести, разрушить всё, что там нажито непосильным трудом, всё, что заработано. Это касается авторитета и, естественно, карьеры, материальных благ и так далее. А кого-то этот Сатурн, ну, опять же, вопрос кого, да, это уже зависит от вашего знака зодиака, это зависит от многих. Я надеюсь, сегодня я коснусь каких-то моментов, потому что позже во второй части, так сказать, программы мы будем говорить транзит Сатурна в рыбах, в вашем знаке, как раз в каком доме находится, то есть чего вам конкретно-то ждать, в каком месте, в какое место вас клюнет этот транзит. И от многого этого зависит, но кого-то этот же самый Сатурн очень сильно воспитает и выстроит такую цельную, грамотную жизненную систему, даст жизненные ориентиры, покажет, к чему стремится, куда идти, покажет, ну, в конечном итоге вам покажет этот Сатурн в рыбах, чего вы стоите. Хотите вы это узнать? Ну вот, наблюдайте, запасайтесь попкорном, впереди целое кино персонально, лично для вас, продолжительностью, не в два с половиной часа, а в два с половиной года. Этот транзит потолкнет нас всех совершать поступки, бессмысленные, беспощадные, в общем, поступки, о которых мы потом пожили. И вот тут я отдельно хочу обратиться к юным, к молодым зрителям, к тем, кто вот тогда еще себя не помнит, например, в 96-м, да, в 95-м году. Будьте особенно внимательны. Для вас этот транзит, получается, первая школа жизни, вот такого плана, такого уровня, вот для молодежи. Очень большой риск что-то сделать такое, о чем вы будете жалеть до конца жизни. Неважно, там это будет касаться отношений, чего-то еще. Итак, первое, значит, подталкивать под локоток к неправильным, неожиданным даже для вас. Вы потом будете говорить, Господи, как я мог или как я могла так поступить? Зачем я это сделал? Где были мои глаза? Вот это все, понимаете, да? Вот это Сатурн в рыбах. Вот он, далее, второе, что касается, знаете, Сатурн очень управляет вот этими вот моментами самолюбия в том числе, да? Поэтому любой транзит Сатурна как-то корректирует карьеру, там, общественное положение, социальное положение, вот и так далее. И вот именно в этом транзите, да, нам в предстоящие два с половиной года почему-то будет легче достигнуть более высокого положения. Карьерного, например, да, какого-то социального, но при этом его будет очень трудно удержать. Так, например, должность может свалиться, как с неба, даже незаслуженной, знаете, как по волшебству, какая-то высокая должность, но ее точно так же можно лишиться быстро, вольно, грустно и с позором, как это обычно бывает. Вот, далее, второе, следующее, вернее, чем опасен транзит Сатурна в рыбах? Видите ли, ну, поскольку рыба – это знак зависимости и вообще вот увлечений, какой-то знак, который, ну, вот описывает эмоциональную нашу вовлеченность во что-либо. Вот эта зона очень страдает. То есть задача Сатурна – упорядочить ваше увлечение или увлеченность, и неважно. То есть Сатурн как будто бьет по рукам и не дает, ну, вот увлекаться там особенно любимым делом, а также не дает увлекаться особенно любимым человеком или особенно любимыми людьми, понимаете, да. Поэтому, конечно, для личной жизни этот транзит, даже не для личной жизни как таковой, а для ее вот именно эмоциональной составляющей, для вот этих вот аспектов «люблю-не люблю» тоже очень болезненный. То есть, ну, как это на практике выглядит, мне кажется, что проще всего, если бы я была Сатурном в рыбах, я бы просто для всех влюбленных на Земле организовала раз-лу-ку. Все, учитесь жить порознь. А кто обещал, что будет легко? Учитесь жить порознь. Ну, так оно и будет, на самом деле, разлуки по разным причинам. Далее. Вот, наверное, вот мне кажется, это очень больной момент, описание вот этого транзита, это, уж извините меня за прямоту, так сказать, и натурализм, это психические болезни. Да, именно этот транзит обостряет, усиливает и рождает, или рождает новые разные психические расстройства. Позвоните заранее вашему психотерапевту, запишитесь там прям, чтобы у вас на каждую субботу свой час был, чтобы до более серьезных специалистов не дойти. Сатурн в рыбах не дает никому убежать от себя, от своего вот этого подсознания, от своего альтер-эго. Не дает никому убежать, ну, в хорошее место, а дает убежать в какую-нибудь вымышленную реальность. Ну, в том числе, вымышленную, больным сознанием каким-то. Поэтому считается, что это очень по психическим болезням такое опасное, ну, насыщенное время, веселенькое, веселенькое. Далее, Сатурн в рыбах провоцирует у всех людей, опять же, независимо от характера, даже, наверное, самых веселых, оптимистичных, провоцирует у всех депрессию, меланхолию, может быть, чувство ненужности порождает страхи, радость ограничивает, а сомнения, наоборот, выращивает панику, там, и так далее. Ну, и понятно, что многим захочется уйти от реальности, уйти от реальности, закрыться в своем собственном мире. Благо. Видите, как вот все разумно во Вселенной устроено? Уйти от себя, уйти от социума, от общества, куда-то скрыться многим захочется. А до этого Сатурн-Водолей поработал, да, и для всей планеты, всю планету научил работать из дома. Всю планету пересадил на удаленку. Пожалуйста, сейчас можно никуда не ходить, сиди дома, можешь вот и все два с половиной года из дома не выходить. Да? Пожалуйста, уходи от себя. Но искать спасение в уединении будут очень многие. Далее. Считается, что Сатурн в рыбах очень мешает адаптации. Вот вы знаете, да, что главный плюс вообще человеческого вида, почему люди добрались до вершины пищевой цепочки, благодаря тому, что они как тараканы ко всему привыкают. Люди очень адаптируются вообще ко всему, к любому температурному и световому режиму. Ну, про эмоциональные нагрузки вообще не говорю, да, мы просто все, киборги, все можем вынести. Так вот, Сатурн в рыбах, вот послушайте, очень снижает способности у всех, у каждого, больше, у кого-то меньше, снижает способности именно к адаптации. Вот представьте, только что вы легко вливались в новые коллективы, легко переживали разлуку там с какими-то женихами, только что вы теряли, например, ну, деньги, но быстренько выплывали, спасали бизнес и восстанавливали свои сбережения. Все, теперь на два с половиной года этого не будет. Адаптироваться намного сложнее ко всему. Я надеюсь, климата этого не коснет. Ну, я не знаю, что-то я хочу относить к плюсам, что-то хочу относить к минусам. Тут мы с вами все время, давайте избегать оценочных суждений. Вот все, что я вам, вот я и сказала, это очень плохо, вот это. Нет, я беру свои слова обратно. Не надо оценивать вот эти решения, которые звезды принимают. Все это для чего-то нужно. Все это для нашего, там, я не знаю, роста, жизнедеятельности, и в конце концов для рождения, может быть, новой цивилизации какой-то, который будет лучше, чем наши действующие, правда? Так вот, задача Сатурна в рыбах – это каждого заставить жить по плану. Представьте, жить по плану. Вот если вы и так живете по плану, у вас там на пятилетку вперед все расписано, когда вы кредит на холодильник берете, а когда ипотеку, то живите спокойно. Скорее всего, ну, может, он найдет куда-то другое место, куда вас клюнуть, но вы уже, в принципе, требования сатурнянские как бы выполняете. А вот для людей, которые, как стрекозы из известной басни, живут одним днем, которые не привыкли ничего планировать, ни деньги, ни чувства, которые, ну, в общем, наслаждаются свободой во всех смыслах, любой свободой, для них, конечно, Сатурн придумает какие-то ограничения, заборы. Часто это болезни, кстати. В общем, чтобы заставить планировать. Нет ничего лучшего и более эффективного, более действенного для человека, чем болезнь. Чтобы заставить человека обращать внимание на режим сна, например, на режим питания, человеку нужно заболеть. Поэтому я думаю, что это один из инструментов Сатурна в рыбах. Сатурн в рыбах хочет, чтобы у всех была жизненная программа. И на все остальное ставить запрет. Вот, например, если Сатурн относительно лично вас конкретно решит, что вы должны планировать вашу карьеру, учебу, соответственно, там, карьерный рост, то всего другого в это время вам просто не дадут. Знаете, как строгий родитель? Вот как строгий родитель. Вот ты сиди, учи уроки, твое дело учиться. На улицу не пойдешь, в компьютер не будешь играть, в телевизор не будешь смотреть и так далее. Вот, ну видите, опять чудесная ассоциация. Вот такой вот строгий родитель Сатурн. Учиться, пожалуйста, тебе создадут все условия. Да? Купят самый лучший столик, тишина дома, заплатят за все учебные пособия, оплатят всех репетиторов все. Но только учиться, все остальное тебе идет полностью под запретом. Вот Сатурн в рыбах, вот он такой. Вот он так же будет. И, соответственно, например, если он вас заставит строить карьеру, то есть планируется как-то систематизировать свои карьерные ожидания, то он может прямо вам запретить полностью отменить вам личную жизнь, например, или путешествия и поездки, духовную даже жизнь, или культурный рост, что-то так. Как Сатурн в рыбах, это время слабой воли у всех. Вот представьте, для каждого отдельно взятого человека слабая воля – это плохо, мы знаем, да? Люди не любят тех, смеются над теми, у кого слабая воля. Но когда это в масштабах страны, или тем более страны, планеты, да, когда вот представьте, это какой-то сценарий, мне кажется, для голливудского блокбастера, да, это какой-то такие безвольные зомби ходят по планете. Но на самом деле это недалеко от реальности. Сатурн в рыбах очень смещает вот наши волевые приоритеты. Поэтому именно в это время, опять же, в планетарном масштабе возрастает число людей зависимых. Вот у кого не было, она начинается, зависимость. От чего угодно я не буду перечислять, потому что я здесь, я не уверена, YouTube можно здесь это называть или нет, потому что очень строго блокируется всё. Ну, вы знаете, зависимость от чего бывает первое, второе, пятое, десятое. Бывают зависимости и от людей, да, от одного конкретного человека, например, любовная зависимость, аддикция какая-то бывает. Вот, это время прям зависимости, когда у кого-то они начинаются, зарождаются, да, у кого-то они цветут пышным цветом хотя бы или в зародыши. Поэтому обратите внимание, особенно надо обратить внимание на этот момент тем людям, у кого в натальной карте, в гороскопе рождения Сатурна какой-нибудь слабенький позитивный. Например, в тех же рыбах, да, если у вас и так Сатурн в рыбах, в гороскопе, то есть вы очень сложно волю организовать, слово «надо» не воспринимает подсознание, сознание тем более, да, то, конечно, это время вообще очень опасно. Вообще для любого водного Сатурна это очень, в натальной карте имеют это транзит очень тяжелый. Сатурн в рыбах – это время секты. Потому что что такое секта? Секта – это как раз и есть Сатурн в рыбах. Любая, там, тоталитарная, религиозная или нет, запрещенная или пока еще разрешенная на территории вашей конкретной страны. Ну, мы все знаем, что такое секта. Вот секта – это Сатурн в рыбах. Это, с одной стороны, бессмысленность абсолютно того или иного учения, да, потому что все секты основаны на каких-то абсолютно эфемерных фантазмах, на вымысле каком-то, на идолах, на чьих-то больных совершенно фантазиях, понимаете, да. А с другой стороны, любая секта имеет очень строгую иерархическую систему, там очень жестко члены, жизнь и поведение членов этой секты контролируются, да. Вот, давайте так вот. Это секта. Сатурн в рыбах – это секта. И каждый из нас, ну, в каком-то смысле, в какую-то свою секту, прошу вас, не поймите меня буквально, попадает в это время, да, в какую-то свою секту. Вот. И из хорошего теперь я хочу общую часть, наверное, завершить, потом по знакам будем разбирать всю эту тему, все это безобразие. Из хорошего вот что. Опять же, та же самая жизненная программа. Хотите вы того или не хотите, Сатурн вам эту программу задаст обязательно, направление, куда двигаться, какие даты назначить, числа для своих каких-то установленных целей. От этого не уйдете. Вот никуда от этого не денетесь. И мне кажется, это вот хорошая новость для тех, кто сейчас в каком-то потерянном состоянии. Если вы не знаете, куда плывете, куда двигаетесь. Много таких людей. На самом деле, я на почту письма регулярно вот такие получаю, что то не так, это не так. Вообще не понимаю, зачем живу, куда плыву. Вот для вас как раз Сатурн в рыбах. Вот он вас как раз берет и ставит куда-то, и показывает. Вот они рамки, вот она система, вот так должно быть. Еще считается, тоже как ни странно, что Сатурн в рыбах хорош для некоторых категорий творческих людей. Тут опять же вопрос, что это за некоторые категории, да? Это время создания шедевров. Опять же, ну нет, ничего странного, понятно, да? Потому что энергия знака рыбы, она творчество несет. Творчество, масса, это самый творческий знак. Вот. А Сатурн дает усидчивость, организованность, волю или какие-то вынуждающие обстоятельства, чтобы сидеть и, например, рисовать. Потому что любое творчество, это не только творчество, это труд, это железная задница и море терпения, да? Вы все знаете. То есть это для создания шедевров очень хорошее время. Хотите написать роман, давно планируете? Браво! Начинайте, теперь к 2026 году завершите. Все, опубликуйтесь, а может и раньше, не знаю. Вообще считается, что вот все хорошее, что этот Сатурн в рыбах может нам людям принести, подарить, оно обязательно будет, но ближе к концу транзита, то есть не теперь, а сейчас только начало транзита. Ну, он начинает с плохого, знаете, как строгий, опять же, как строгий учитель. Я уже опять сравниваю Сатурн с таким строгим, ну, там, родителем, учителем, не знаю. Строгий, но справедливый даже родитель, когда придет с работы, он первое что сделает? Спросит уроки. Выучил ли ты уроки, да? А уже потом, да, бласкает, накормит, там, подарочек какой-то подарит и так далее. Вот. Так же, как и в школе. Первым делом у нас, например, спрашивали домашние задания, и двойки ставили поголовно всем. А потом уже учитель расслабляется и там кого-то хвалит, что-то рассказывает, новую тему и так далее. Вот с этим транзитом Сатурна в рыбах вот то же самое. Начало самое черное, самое жестокое, самое наказующее, карающее. Начало. А к концу, вот, к 26-му году мы, наверное, какие-то и положительные, сладкие плоды соберем. Но это не точно. Итак, чтобы узнать, что предстоит пережить Овну в это непростое, странное, может быть, опасное время в эти два с половиной года, во время транзита Сатурна в рыбах, я предлагаю использовать сразу два предсказательных инструмента. Это астрологические знания и, кроме того, карты Таро. Вот из этой классической колоды Таро я достану вам одну карту. Это будет достаточно, чтобы понять, наверное, основные советы, предсказания и предостережения. Предостережения. Итак, первое предостережение для Овна уже есть. Вы следующие на очереди. А? Следующий. То есть сейчас у нас Сатурн перешел в рыбы, но понятно, что это время пройдет, и следующий транзит Сатурна будет уже в вашем знаке. То есть у вас вот, вам эти два с половиной года даются на как бы подготовку, на подготовку. То есть вы следующий. Ты знаете, как в кабинет экзаменатора, это как в кабинет к стоматологу. Вот перед вами уже человек зашел, и вы сидите перед дверью, трясетесь. Уже следующая очередь ваша. Вот это ваши два с половиной года. Для Овна транзит Сатурна в рыбах проходит в 12-м доме. Что это значит? В 12-м доме, друзья, ничего реального такого, что можно потрогать, погладить, посчитать или съесть, нету. В 12-м дом, вот он весь из тонких планов, весь из тонких тел. Там все на уровне чувств, эмоций, интуиции, догадок и на разных метафизических каких-то вибрациях. Что это значит? Это значит, что данный транзит у Овнов материальную часть жизни не затронет. Ну, в большинстве, да, так должно быть, по крайней мере, материальную, реальную вашу жизнь не затронет. То есть для вас все главные испытания идут где-то там, глубоко внутри. То есть это трансформация сознания, подсознания, по большей части. Это ваши творческие способности или потребности. Это ваши тайны, комплексы, какие-то интриги, ваши тайные враги, ваши собственные тайные происки. То есть, понимаете, да? Внешне ваша жизнь может от прежней вообще ничем не отличаться. Но внутренне за это время вы можете стать совершенно другим человеком. То есть вы осознаете, бессознательно, может быть, принимаете, ну или отрицаете, я не знаю, какие-то очень глубокие, важные, серьезные вещи про себя или про этот мир. Дело в том, что те самые злополучные, дурные привычки, я про них уже упомянула, они тоже отчасти живут в 12-м доме, поэтому будьте внимательны. Овны в группе риска по вредным привычкам, оказывается. Но в целом вот такая вот история. 12-й дом, трансформация 12-го дома. И помните, тоже я говорила про творчество. Если вынашиваете такие планы, самое время сесть и книжку написать. Вот к овнам это на 100% относится. Ну, а раз речь идет о рыбах, плюс 12-й дом, то лучше всего написать, знаете, книжку какую? Фантастическую, например. Или сонник. Хотите написать свой собственный авторский сонник? Я считаю, что это коммерчески очень оправданная затея. Вот, ловите идею, как вам разбогатеть. Предстоящие два с половиной года. Ну, более или менее с овнами все понятно. То есть дурные привычки, ощущение одиночества, изгнания, ощущение покинутости. Вот что-то такое, это я худшее называю. Итак, одну карту давайте. Что нам Таро скажет про ваш транзит? Карта, кстати, неплоха и очень-очень материальна. Это четверка Пентакли. Карта сохранения. И она в основном рекомендует вам из всех перипетий, из всех трудностей и страданий этого времени выносить выгоду вполне реальную. Пусть перемены у вас будут нереальны под этим транзитом. Пусть основная работа на тонком плане происходит. Все сокрыто. Но именно из этого чаще всего получаются самые коммерчески оправданные и денежные проекты. Зарабатывайте на свое, на творчестве. Зарабатывайте на подсознании, на своем, собственно, творчестве. Что это и есть, да? Карта советует вам быть практичными, материальными и в общем держаться, держаться каких-то понятных материальных, может быть, даже хозяйственных вещей. Это будет ваша соломинка или тот самый неподвижный центр, в котором можно остаться, в котором можно остаться нетронутыми, когда все вокруг меняется. Чтобы узнать, что предстоит пережить Тельцу в это странное, непростое или опасное время под Сатурном в рыбах, я предлагаю использовать сразу два предсказательных инструмента. Это астрологические знания и карты Таро. Итак, что нам говорят звезды? У Тельца транзит Сатурна в рыбах в этот раз идет по 11-му дому. Но с одной стороны можно выдохнуть. 11-й дом – это не ваша семья, это не ваша любовь, это не ваши родственники, это не ваши деньги даже, это даже не ваша работа. В принципе, все. Многие выключили и не стали даже продолжать, но все, важных каких-то веществ этот транзит не касается, ну и ладно, да, значит, Тельцы могут гулять. Отчасти это правда. Тельцам должно полегчать. Вот знаете, что называется? А это называется «отпустило», как будто бы. То есть для Тельцов был прежний транзит, Сатурн в Водолее был очень тяжелый. Вот он был тяжелый, действительно. Теперь, ну, как бы более дружественные и мягкие такие энергии Тельцы получают. 11-й дом – это ваше неблизкое окружение. Правильнее сказать, это жизнь ваша в группах. Это ваша связь вот не с каким-то конкретным человеком, не с подружкой, там, не с двоюродной сестрой. Это связь как будто бы с человечеством в целом. 11-й дом – это единомышленники, это подписчики или ваши фанаты, если у вас таковые имеются, и так далее. То есть это люди, с одной стороны, далекие, в общем-то, а с другой стороны, очень необходимые для жизни. И часто из этого, у публичных персон, например, только 11-й дом в основном отрабатывается, и только из этого жизнь состоит. Насколько знаем примеров, да, когда какие-то известные актрисы или певицы отказываются от личной жизни, например, отказываются там детей рожать, отказываются от дома, от семьи, ради вот бесконечного, вот этого вот миллиона алых роз, миллиона сердец, которые там им аплодируют, когда они, и зрительного зала, да. Вот это все работа 11-го дома. Поэтому если у вас публичная профессия какая-то, или вы хотите снискать публичную славу, дорогие тельцы, если вот у вас задача на следующие два года, например, набрать миллион подписчиков на ютубе или где-то еще, если вы хотите научиться публично выступать, если вы хотите отхватить, кстати, это тоже выборную публичную должность, например, кандидатствуете куда-то в депутаты, еще куда-то, да, вот, то для вас, вообще вся тема этого транзита для вас, именно для вас вот эти сообщения, что будет трудно, трудно добиться, еще труднее удержать, что, ну и так далее, понимаете. Вот для тех, у кого 11-й дом неактивен, а многие люди именно так жизнь проживают, полностью исключают вот работу 11-го дома, в общем, я думаю, этот транзит может пройти совершенно незаметно, незаметным, незамеченным и так далее. Ну вот помните, а так, если в общем сказать, вот абсолютно, абсолютно для всех, должен поменяться у вас, ну, как бы, круг общения, то есть вот у вас сейчас есть одни единомышленники, а когда пройдут эти два с половиной года, у вас будут совсем другие единомышленники, это у вас могут поменяться и политические предпочтения, какие-то общественные интересы, понимаете, да, а может быть у вас включится этот 11-й дом, вот сейчас вы ни в каких группах не состоите, а к концу этого периода, может быть, вы как раз станете и предводителем там какого-нибудь отряда, ну, не знаю, спасателей арктических пингвинов, антарктических, антарктических. Одна карта для тельца. Что вас ждет в этом, под этим транзитом? Сатурна в рыбах, тельцу, советы, предупреждения, одной карты будет достаточно, очень красноречивая колода, классика. Готовы? Ну, так скажем, ответственность. Старший аркан – крупная карта, и, собственно, это ее основное имя, название – ответственность. Карта называется повешенной, кто не знает, если есть такие, человек со связанными руками-ногами. Карта обещает меньше свободы, но больше влияние, например. Это, опять же, если применительно к 11-му дому мы говорим, да, мы именно про него говорим, ваша популярность среди людей растет, растет признание. В конце концов, когда вас выбирают кумиром тысячи, десятки или сотни тысяч, а может быть миллионы людей, это очень тяжело, ответственно, и человек перестает принадлежать самому себе. Карта советует тельцам только одно. Как бы тяжело ни было в это время, этот крест не скидывайте, потому что он ваш, а если скините, то чужой достанется. А чужой крест всегда тяжелее. Близнецы, дорогие, данные новой Транзи Сатурна в рыбах проходят по вашему 10-му дому, карьерному. И вы согласны, с вашего позволения, я хочу использовать здесь для предсказания сразу два астрологических предсказательных инструмента. Это астрологические знания и указание карта. Одну карту из колоды вытащу. Итак, десятый. В целом, что я сказала, транзит Сатурна в рыбах, вы поняли из моего долгого-долгого общего рассказа, что это официально плохо. Готовиться нужно все-таки к худшему. Соответственно, вот эта вся машина переезжает для вас в тему карьеры. Десятый дом. Карьера – это примитивно, на самом деле. Десятый дом – это ваш социальный статус вообще в целом. Насколько высоко вы по социальной лестнице стоите, как многих людей вы обогнали, поднялись, вознеслись над толпами, над плебсом. Вот это все десятый дом. И не все так плохо, потому что если вы очень системно подойдете, если вы четкий план на этот период создадите, карьерный, например, пропишите себе, что чего хотите, цели карьерные с датами, где-то укажете, что начальника отдела я до ноября должна дорасти и так далее, то, скорее всего, вот этот жесткий формальный Сатурн сжалится и, может быть, даже вам как бы поможет. В любом случае, в зоне вашего внимания должна быть именно тема карьер, если вы спрашиваете, о чем бы мне задуматься, к чему бы сейчас мне устремиться или где бы мне соломки подстелить. Скорее, вот это последнее, это актуальнее всего. Именно в теме карьеры. Соответственно, если у вас карьера уже на высоте, вы многого добились, будьте готовы, что вот под Сатурном в рыбах очень легко теряются, утрачивают ценность, низводятся в ноль прежние достижения, то есть можно лишиться карьеры. А если вы только планируете вырасти, то возможности тоже, ну, какие-то вот открываются. Общий совет быть ответственными и дерзать, дерзать. Это время, когда вы можете в том числе и сильно утолить свое честолюбие, очень сильно утолить, знаете. И карта из колоды для близнецов. Карьерная рабочая карта Королевы Жезлов. Она называется. Она очень-очень часто, я вам так скажу, обещает именно новую работу, новое дело для вас. Представьте. Это карьерный рост, это во всех случаях какой-то профессиональный успех, это очень большое ваше рвение. Карта говорит, что у вас будет много энергии как раз для того, чтобы заниматься этой карьерой. Ну, а вашу энергию, наверное, Вселенная подхватит и даст какие-то ресурсы, даст какие-то подсказки, возможно, направления. В общем, занимайтесь делами, все внимание, дорогие близнецы, на работу, на поиск работы, на просто на хорошую, на подвиги, на, в общем, разные достижения, надо, чтобы вас заметили. Для рака предстоящее время, предстоящий вот этот вот, вернерлящийся уже транзит Сатурна в рыбах, это непросто. Я не говорю, что это прямо-таки вот обязательное испытание, а знаете почему? Это особенное, какое-то пристальное ваше внимание нужно к теме, потому что у вас этот транзит проходит по девятому дому, изначально уже недружественному вашему знаку, плюс Сатурн, сам по себе, планета, вечную опасность для именно рака, для вообще любого водного знака представляет. Но девятый дом, что это такое? Куда обратить внимание вам? Девятый дом – это заграница, дальние дороги, учеба, религия, разные духовные практики, а также учителя, поиск учителей, преподавание, наставничество, тренерство, в общем, все вот такие вот вещи. И с одной стороны, вот, конечно, эти темы затронутся, они как-то станут активными, даже если они пассивные теперь. Например, появится у вас возможность или желание пожить за границей, ну, с разными целями. Может быть, учиться, работать, может быть, там, как раз изучать религиозные какие-то вещи или общественные науки. Тема учебы, естественно, идет, то есть вполне возможно, что потребности учиться или, опять же, возможности откроются. Знаете, такое, если все сойдется в одном, получается, что такого какого-то идеального хрестоматийного рака предстоящие два с половиной года должен какой-то вот неведомый новый учитель, очень достойный, позвать учиться новому ремеслу и непременно как можно дальше за границей от места, где этот самый рак теперь находится или от места, где этот рак родился. То есть, понимаете, да, вот самый какой-то рафинированный сценарий на этот период для вас, вот он такой, чтобы вместе все сошлось. Но в любом случае на эти области жизни обращайте внимание, думайте о том, нужны ли вам сейчас дальние дороги, потому что вот этот вот транзит, он ведь, конечно, все размазывает, везде выставляет препятствия, но он при, если, ну, знаете, звезды сойдутся, если вы приложите определенные усилия, этот же транзит вам может что-то, в чем-то помочь, то есть систематизировать, например, ваше представление о том, где вы хотите жить, в какой стране, или чему вы хотите сейчас учиться. Вот эта информация, наверное, очень актуальна именно для молодых людей. Вообще, девятый дом – это, ну, знаете, поиски смысла жизни. Делайте выводы. Кто-то, соответственно, я думаю, много таких будет, утратит прежде обретенный смысл жизни. Вот подумайте сейчас, для чего вы живете? Можете вы сформулировать? Это всегда очень сложно, да? Но, может, эти представления могут разрушиться. То есть утрата смысла жизни. А кто-то его вы потеряли, уронили, да? А кто-то шел за вами, нашел, поднял, обдул и все, взял себе. И у этого человека будет смысл жизни. То есть можно и найти смысл жизни в это время. Но карта, одна карта из колоды Таро для рака будет. А пишет она ваш этот транзит и даст какие-то советы, рекомендации. Прекрасно, прекрасно, рыцарь Пентакли. Очень практичная, спокойная карта. Она материальная, она какая-то денежная. И, кстати, карта совершенно, в принципе, не про дороги. В основном она здесь вам выпадает как совет, знаете какой? Держаться материальной середины. То есть дом этот девятый нематериальный, где проходит ваш транзит. И, может быть, за что-то, за какой-то спасательный круг все равно нужно держаться. И вот этим спасательным кругом для вас, скорее всего, могут быть, ну, простите, просто деньги. То есть в любой ситуации, когда сомневаетесь, не знаете, что делать, что выбрать, тогда будет страшно, больно, обидно под этим Сатурном в рыбах. Всегда выбирайте то, что выгодно. Карта советует вам быть практичными, сохранять здравый ум и очень-очень рациональный подход к жизни, к происходящему. Дорогие львы, у вас транзит Сатурна в рыбах проходит по восьмому кризисному дому. Восьмой дом, он так и называется, чужие деньги, разные непредсказуемые, внезапные, странные происшествия, потери, убытки. Это все вот этот вот восьмой дом. Не спешите пугаться и делать вот такие вот совсем уж плохие выводы. Это подсказка только лишь. Мы используем для вас сразу два предсказательных инструмента. Это астрологические знания и указания карт Тарон. Так вот, звезды говорят, что вам нужно обратить внимание именно на чужие деньги вашей жизни. Есть они у вашей жизни или нет. Это займы, кредиты, инвестиции. Это любые деньги, которые, например, другие люди дают вам на бизнес. Или деньги ваши, которые вы как раз вкладываете, инвестируете в разные чужие проекты. Вот взаимоотношения вокруг крупных денежных сумм, причем, как правило, чужих спорных денег, то есть если денежные суды, то они тоже сюда попадают. Вот они как раз в зоне внимания, что ли, или влияния вот этого восьмого дома. То есть вот этот транзит нынешний призван упорядочить ваши отношения с долгами, инвестициями, инвесторами, не знаю, ценными бумагами, биржами, что еще есть у вас и так далее. Но вообще, конечно, этот восьмой дом, это не только чужие деньги. Он, как и любой дом, более задержательный. считается, что именно в восьмой дом собирается то, чего на белом свете вообще не может быть. Знаете, вот всякие экстремальные ситуации, странные, когда с вами случается то, что вы в жизни и представить не могли, то, о чем вы потом пожимаете плечами и говорите, ну вот такое только со мной может случиться. Вот это вот все восьмой дом. И, соответственно, все внимание этого злого Сатурна в рыбах туда готовит. Он непременно какие-то, ну скажем, двусмысленные, двойственные, как правило, неприятные сюрпризы. И чтобы не пострадать, нужно всегда как руку на пульс, то есть всегда какой-то в зоне внимания своего, что ли, держать ваши отношения с большими деньгами. Понятно, что в самом драматическом сценарии мы можем увидеть и разорение. Вот мы говорим, что Сатурн всех людей учит жить и раздает, Сатурн в рыбах, и раздает каждому по заслугам, кто чего заслужил, кто чего заработал. Понятно, что вот результат такого суда, скажем, сатурнянского, для кого-то это будет, конечно же, и разорение, и потери, и утрата крупных денежных сумм, утрата какого-то дорогостоящего имущества, но опять же, это самый негативный сценарий. К нему надо быть готовыми, но не нужно тоже драматизировать. Как говорится, настройтесь на лучшее, потому что, с другой стороны, этот же транзит заставит вас упорядочить свои крупные вот эти вот денежные отношения. Ну что скажут карты? Для льва выпадает, ох, королева мечей. В целом, знаете, и дом этот кризисный, видите, как все сходится, транзит кризисный, дом кризисный, и карты довольно-таки эмоционально опасные. Но я так вам скажу, когда столько минусов, они в сумме дают плюс. Какие-то кризисные ситуации, ну, назовем их так, поучительные или болезненные, обещают вам звезды и карты. Но это все только лишь, чтобы вы выходили на новый уровень. Потому что, вот, например, вам выпадает королева мечей, это прям злодейка. Она описывает вам длительную психотравмирующую ситуацию, то есть такой серьезный, долгий, эмоциональный тупик, связанный с большими деньгами. Это бывает, например, когда крупные деньги вам не возвращают, когда вы не можете вернуть крупный долг, у кого-то деньги эти забрать. Но эта же карта говорит о прозрении, про изобретение. Она говорит, что львы как раз изобретут в это время выходы очень нестандартные из-за любых опять-таки сложных ситуаций, понимаете, ночь темна перед рассветом. То есть чем тяжелее, чем больше эмоций дурных вам придется затратить, тем к более правильному решению вы придете. А вообще в целом забыла вам сказать, что львам полегчает в этом транзите. Полегчает, потому что для вас был опасный и тяжелый транзит предыдущий, когда Сатурн был в водолее. Вот это была настоящая пытка для вашего знака. Теперь должно быть лучше. Чтобы узнать, как заденет, каким плечом, каким локтем толкнет этот самый злой Сатурн в рыбах делу, я предлагаю использовать сразу два предсказательных инструмента. Это астрологические знания плюс карта Таро. Вытащим одну карту из вот этой классической колоды Таро. Итак, по домам мы рассматриваем дома. Транзит Сатурна в рыбах в этот раз проходит у вас по партнерскому дому седьмому. Туда свалены вместе в кучу любые значимые для вас именно партнерские отношения. Партнерские отношения бывают разные, хотя седьмой дом чаще называют счастье в браке, он так называется. Считается, что партнерские отношения это непременно брак, брачный. Но что делать всем нам простым смертным, у которых браков нет и в помине? И не надо, что самое главное. Тогда если не брачный, не романтический, партнерство мы рассматриваем, тогда любые другие. Партнерство в бизнесе, партнерство в общественной жизни, партнерство в творчестве и так далее. То есть этот транзит как-то меняет ваши взаимоотношения, но по сути с самыми близкими людьми, впрочем, не кровными родственниками. вот есть у вас такие люди, не родственники, но вы жить без них не можете. Так, например, ваша работа может быть связана с партнерством очень тесно. Если вы в паре с кем-то, напарник у вас есть, может быть, вы какую-то работу выполняете или какой-то бизнес ведете, в котором без пары не обойтись, тогда вот для вас зона горяченькая такая, вот для этого транзита, это именно это ваше партнерство. Я прошу не путать с дружбой, хотя часто, ну, как бы это логично напрашивается, да, партнерство, близкий человек, взаимная помощь, это дружба. Нет, дружба это все-таки третий дом. Дружба это все-таки что-то непрактичное, бескорыстное и между нами говоря, необязательно. В партнерский дом попадают именно более значимые такие отношения, ну, как бы обязательные. обязательная программа, а есть еще произвольная, да, дружба это произвольно, а вот партнерство это такая какая-то обязательная программа. Ну, в первую очередь любовное, романтическое партнерство или брак. Будьте внимательны к этой зоне, поскольку Сатурн в рыбах мы определились, что это время плохое, будьте готовы, ну, соответственно, не знаю, к плохому, что ли. То есть перемены разные, может быть кризисные даже. в браке, в романтическом партнерстве, в паре, в отношениях двоих людей. то есть вам предстоит вот буквально переосмыслить свои отношения с каким-то одним конкретным человеком, а может быть и с несколькими, а может быть у вас как раз хоровод такой, калейдоскоп будет. вы с одним переосмыслили, с другим переосмыслили, с третьим переосмыслили несколько раз еще и так далее. Понимаете, да? То есть это вот Сатурн в этом транзите несет систему. Он хочет, бедненький, все-все-все привести в порядок. И для Девы Сатурн хочет привести в порядок вот партнерские дела. Все, хватит беспорядочных связей, хватит беспорядочно доверять, кому попало, всем проходимцам в бизнесе, Нет. Все. Теперь у вас лишних людей из партнерства заберут, а каких-то новых, может быть, необходимых, идеально поставят. Ну, это в хорошем сценарии. А в дурном будет наоборот. А вы должны следить, естественно. И я вытащу вам одну карту. Что карта посоветует вам в этом транзите? ждать или чего бояться? Колесница старший аркан перемены. Крупная карта. В целом она какая-то хорошая. Но мы и так гадаем на перемены, спрашиваем про перемены. А тут еще перемены на перемены, понимаете, помножаются. То есть карта как будто бы нагнетает. Она говорит, что все вышеописано, все, что я вам предрекла до этого. Какие-то трансформации в партнерских отношениях. Все это умножается или увеличивается в какой-то прогрессии. То есть действительно перемены в партнерстве. Ну, я думаю, кто-то, что многие девы просто поменяют партнера для брака или в браке. Сегодня вы мое видео смотрите. Вот у вас один муж, например, сидит. Там блондин толстенький такой не слишком успешный. А вот к концу транзита может быть у вас будет наоборот заместитель генерального директора в мужьях у вас окажется. Карта колесница описывает не только подчеркивает тему перемен, она еще и говорит про дороги, которые сопровождают. То есть у вас возможны дороги, перемены, смена партнерства, партнерских отношений сопряжена еще и с дорогами, знаете, какими дальними. То есть выйти замуж и уехать за границу, например, куда-то жить или не за границу, просто куда-то уехать, или развестись и тоже уехать, вернуться домой из-за границы. Вот эта карта. А еще колесница говорит об очень-очень большом волнении. Она говорит, что девам придется, ну, это неспокойное время, конечно, местами у вас время сердца будет замирать от счастья, от счастья будет очень часто биться, но биться будет время волнительных перемен. Дорогие весы, кроме астрологических знаний, я буду использовать еще второй предсказательный инструмент для вас карты от Таро. Ну, вот этот вот как бы неблагоприятный транзит Сатурна в рыбах, проходит по вашему шестому дому. Как правило, его называют домом работы. Поэтому, естественно, предельное внимание, если вы хотите благополучно прожить вот эти два с половиной года, предельное внимание, пожалуйста, уделяйте вопросам работы, профессии, вопросам творческой или рабочей, какой-то, профессиональной реализации, ну, и вопросам служения в целом. Дело в том, что, если кто-то не работает из вас, например, не стоит отмахиваться и думать, что шестой дом пустой, неактивный, и транзит этот не сработает. Шестой дом это служение в целом, служение в целом. Это любое ваше дело, любые ваши дела, которые вы делаете, ну, например, через не хочу, не ради себя, ради других людей, ради, ну, не знаю, чего-то, великой цели, идеи. То есть, это служение, это то, что тяжело дается, то, что часто воспринимается как крест, то, что, ну, по-настоящему, например, тяжело или не хочется делать. И, ну, в основном, давайте так, будем говорить про работу. Итак, вот этот вот тяжкий транзит собирается переехать своим тяжелым колесиком для вас тему работы. Вывод напрашивается сам собой. Потеря работы, как самый, ну, наверное, негативный для многих сценарий, это очень-очень реально, это очень даже может быть. Потеря работы, например, хорошие, интересные, и необходимость согласиться на работу уже неинтересную, худшую или малооплачиваемую. Это опять вот из плохого, что может этот транзит вам принести. Естественно, при правильном подходе, если будете грамотно планировать и оценивать силы, и будете там хорошо стараться, то этот же самый транзит принесет профессию, заставит. Опять же, вот он, тут тоже не надо путать, он не одарит, да, вот мы думаем, ну вот одарит чем-то новой работой, нет, одаривают это другие транзиты, там, других планет, ну, дай бог, мы до этого когда-нибудь доберемся, транзит, Сатурн вообще, Сатурн и в рыбах в том числе, может только заставить, понимаете, он может вас выдавить в новую работу, выдавить, заставить, ну, знаете, что, кризис в отрасли, компания закрывается, вам ничего не остается делать, как только идти куда-то на принципиально новое место, заново учиться, вливаться в новый коллектив, что-то осваивать и так далее, поэтому, пожалуйста, обратите особое внимание, вот именно на тему работы, служения, и, а также, вы знаете, вопросы, говорят иногда, здоровье попадает в шестой дом, это принципиально неправильно, я против, потому что здоровье в первом доме у нас, а в шестом нездоровье, в шестом болезни, поэтому он называется тяжкая судьба, он так называется, поэтому, да, обратите внимание, если вы имеете болезнь, если у вас есть, например, хронические диагнозы какие-то, постоянные, ну, понятно, что могут эти диагнозы и обновляться, и могут приходить, и, ну, в целом, да, на здоровый образ жизни, наверное, самое время весам переходить, я больше не знаю, как еще можно подстраховаться, самая лучшая профилактика для всех болезней, да, это здоровый образ жизни, вот, ну, вообще для вас работа, посмотрим, что скажут карты, так, весна достаётся, карта силы, кстати, прекрасно, очень даже, она богатая, она, знаете, такая ресурсная, и она спешит сообщить, что многие весы в это непростое, спорное, двусмысленное такое вот время, полярное, разбогатеют, или, например, сильно поздоровеют, да, оздоровятся, потому что это главная карта про здоровье, она описывает разных персонажей, пышущих здоровьем, знаете, вот, кровь с молоком, румянец во всю щеку и так далее, вот это вот всё карта сила, она как будто бы аккумулирует, накапливает ресурсы, она говорит вам, что это время накопления, а что здоровье тоже можно накапливать, но самое главное, по шестому дому можно и нужно накапливать профессиональные знания, послужной список, вообще всё, что вас продвигает в работе, человек богатый своей работой, человек, который много может, если у вас собственный бизнес, то эта сила, это может быть набор ваших клиентов, множество клиентов, вот вы накопили огромную какую-то, например, клиентскую базу людей, которые там без конца продают и покупают недвижимость, а вы как раз риэлтором работаете, да, сила, это возможность очень хорошо вот разбогатить, выйти на новые какие-то уровни просто наполненности жизненной, насыщенности жизненной, а что советует карта сила? Ну, во-первых, оптимистичный взгляд пригодится на всё происходящее, весам часто именно оптимизма не хватает жизни, а во-вторых, это дипломатичная и хитрая карта, она говорит, что от вас потребуется хитрость, потребуется умение ходить обходными путями, ходить естественно к своим целям. Дорогие скорпионы, чтобы узнать, как именно собираются поработать над вашими судьбами этот злосчастный Сатурн в рыбах, я предлагаю использовать сразу два предсказательных инструмента, это астрологические знания и карта Таро, рассказы карты Таро. Итак, ну вот мы добрались наконец-то до темы любви. У скорпиона транзит Сатурна в рыбах в этот раз переезжает дом любви, пятый дом, да, копошится в нем, копается и наводит какие-то свои порядки. Что в пятом доме вообще лежит? Если представить каждый дом как пирог с начинкой или как какую-то шкатулочку, коробочку, то в пятом доме в первую очередь это, любовь романтическая. Вот ваши любовные отношения и все, что там на эту тему у вас есть. Потом просто удовольствие и радость от творчества, от родительства, от вкусной еды, от хороших путешествий, от всего-всего-всего, от того, что приносит вам радость. Ну вот по сути, я думаю, чтобы там не распыляться, я думаю. Поэтому этот Сатурн теперь собирается структурировать и как-то упорядочить ваши любовные отношения. звучит ужасно, прям уши заболели, правда? Ну, любовь это не та область, в которой нужен порядок, правда же, да? тем более грубой рукой вот этот Сатурн приходит и говорит вам, командует так, этого не люби, туда не ходи, с этим расставайся, там, другого какого-то выбирай, но мы так это представляем, но на самом деле так оно и будет. То есть, этот транзит безусловно будет путать для вас именно любовные отношения. И, знаете, в разных... мы можем то есть по-разному подходить, можем оптимистически подходить к описанию ситуации какой-то, а можем пессимистически. И то есть, вот если такой оптимистический прогноз, а он обязательно сработает для части людей, скорпионов, для части скорпионов обязательно сработает. То есть, это, конечно, приход любви большой в вашу жизнь. Вот оптимистический сценарий. А тогда пессимистический какой? Ну, это, наверное, уход большой любви из вашей жизни. Хотя, иногда это не самое худшее. Правда же? Поверьте. Вам нужно только знать, что в ближайшие два с половиной года у вас вот эта зона любовь, удовольствие, радость, родительство такая мягкая, податливая. Поэтому туда все внимание. Вы там можете сами много лепить, надо многим работать. Проще скажу, если у вас есть сейчас любовные отношения, брачные или просто там вы с кем-то встречаетесь, и вы этой любовью, этим союзом дорожите, то продолжайте дорожить, будьте внимательны, не ругайтесь, бережно, как к хрустальному бокалу относитесь к вашему партнеру, да, то есть вот прям нежно, нежно разговаривайте, берегите, берегите, вот, хрупкий, драгоценный бокал, вот ваша любовь должна быть сейчас. То же самое, и это, мне кажется, даже более драматичная тема родительства, просто пятый дом это родительство, материнство, отцовство, это тоже очень будет опасно и горячо, поэтому к детям, к своим, еще, как относитесь к, как еще более хрупкому, еще более драгоценному бокалу, потому что транзит опасный, кризисный, да, и может очень жизнь подпортить, если вы будете невнимательны. Ну, как я уже сказала, любимчиков судьбы, любимчиков звезд, этот же Сатурн очень сильно одарит и новыми детьми, и новой любовью, и новым хобби, и новыми путешествиями. Может быть, вы сейчас не получаете удовольствие от еды, ну, особого, например, да, вы не гурман, а вот этот транзит, когда пройдет, закончится, вы там уже освоите какие-то, может быть, мишленовские даже знания или курсы, понимаете, откроете для себя какой-то новый источник удовольствия. Ну, что скажет карта Скорпион? Ох, карта Звезда выпадает, карта Звезда выпадает, просто мне, поверьте, можно я ее вот так подержу, ладно, ну, просто карта Звезда, не буду показывать. карта Звезда вам выпала, она говорит, это старший Аркан, карта крупная и очень много обещает, то есть исполнение мечты, напрашивается Звезда тире мечта, исполнение мечты, исполняется мечта о любви, исполняется мечта о семье, например, или мечта о рождении ребенка, либо исполняется, либо зарождается в это время, или становится более осязаемой и более близкой. Карта Звезда советует Скорпионам, ну, естественно, да, кто бы мог подумать, естественно мечтать и стремиться к тому идеальному, к чему, собственно, вы долгое время идете. Карта Звезда не советует размениваться на мелочи или на какие-то, ну, неподходящие варианты, на неподходящих партнеров или на неподходящие отношения, которые вам это время предлагает. То есть вы должны быть очень собранными, избирательными и избранными тоже в это время, да, то есть я говорила в моем большом вступлении в характеристике этого транзита в целом, я говорила, что Сатурн в рыбах заставляет человека или помогает человеку делать что-то одно, понимаете, вот что-то одно, и карта Звезда в принципе про это же, она описывает такой освещенный как раз лунным или там звездным светом путь, дорогу к мечте, но вы на этом пути ничего другого не замечаете. Может быть, это подсказка для вас, что о том, что придется отказаться от многих радостей, удовольствий жизни, например, во имя мечты о великом, например, о великой какой-то любви, правильной такой вот вашей, во имя мечты о, я не знаю, рождении или выращивании ребенка. Дорогие стрельцы, чтобы узнать, чем чреват для вас этот жестокий двусмысленный Сатурн в рыбах, я предлагаю использовать сразу два предсказательных инструмента. Это астрологические знания, а также карты Таро, указания карты. Должна сказать, что этот транзит проходит по вашему четвертому дому гороскопа. Четвертый дом гороскопа это ваши стены, жилье, недвижимость, квартира, ранчо, дворец, замок. Кому как повезло в этом смысле. В общем, все, что вы считаете своим домом. В первую очередь это стены, вот они, стены вокруг нас, но не только стены. В четвертый дом еще попадают отношения с родственниками, весь ваш род. Ну, какая-то родовая карма, какая-то родовая идея, или, знаете, в последнее время модно вот эта тема, называется она родовой иммунитет. Вот. Вот это все ваш четвертый дом. Соответственно, перемены под этим транзитом стремятся у вас все туда. Сатурн, он злой, злой, бессмысленный и беспощадный. В это нужно поверить. Хочет, чтобы вы, например, поменяли место жительства, когда вы не хотите этого делать, да? Хочет, чтобы у вас поменялся состав семьи или полностью переставились, как-то поменялись полностью взаимоотношения с родственниками по прямой линии, восходящей, нисходящей. Все это против, с одной стороны, вот, и вы-то не против иногда, ну, как бы, хочется и переехать, улучшить жилищные условия, или хочется, чтобы в семье стало больше народу, там, расширение семьи, увеличение семьи, и так далее. Это все понятно. И, может быть, вот, веление или желание Сатурна в отношении вас и ваше совпадут. Я вам этого желаю, это будет очень хорошо. Но не обязательно они совпадут. Все-таки очень многих надо понимать, что Сатурн, это такая планета вся изначально, он заставляет. Вот он не спрашивает, кто чего хочет. Для этого другие, там, добрые какие-нибудь есть планеты, да, задача Сатурна это всегда каждого ткнуть носиком туда, что самое тяжелое, что самое неприятное. Поэтому вот сатурнеанский, знаете, есть, может быть, просто переезд ваш, да, вот вы купили новую квартиру больше и такие радостно с бобинцами поехали. А может быть, сатурнеанский переезд, это когда, ну, знаете, не знаю, когда ваш любимый домик попадает под программу реновации, например. А вы не хотите, но вас все равно переселяют куда-то к черту на куличики, понимаете, жить в какую-то такую подозрительную новостройку. Ну, это точно так же вот в семейных отношениях. То есть, это новые родственники, которые под Сатурном, в рыбах. Это новые родственники, которые вливаются в вашу семью, например. Событие само по себе радостное, но тут оно может быть против вашей воли, против вашего желания. знаете, как бывает, когда там подросшие дети приводят в семью свою вторую половинку, а вы как бы, вам эта половинка не нравится, не подходит. Тоже часто, к сожалению, так бывает, не знаю даже, почему, вот, но часто это бывает. Поэтому вот готовьтесь, что закрывать от этого Сатурна, если вы собираетесь, да, свой дом охранять, вот как дом охранять, как крепость от этого Сатурна, чтобы он не сильно переехал в эту тему, то вот, в принципе, можете так вот закрывать. Ну, в общем, все внимание, участие на родственников, на стены, на дом, на вопросы недвижимости. Кстати, это могут быть и документы о недвижимости, то есть, оформить надо документы, могут запутаться и трудности с оформлением вот этих вот документов. вспомнила сейчас как раз эпизод из собственной жизни на эту тему, связанной с трудностями в оформлении документов на недвижимость. И подтверждаю, это было как раз под прошлым транзитом Сатурна в рыбах. Поэтому смотрите, как бы, мы вам рассказали вот такую больную тему для вас, а что скажут карты, что скажут карты, стрельцу, какие-то советы на это время, на два с половиной года. Это же указание. О, карта смерти выпадает. Но это вообще крупная карта, это старший аркан, и она называется трансформация, перемены. То есть, конец одной части жизни и начало другой части жизни. Все-таки, видите, сменой дома грозит этот, это время многим стрельцам. Но не спешите расстраиваться. Карта это, вот если вдуматься и смотреть философски и дальше, карта это очень хорошая. Карта это говорит, что перемены нынешнего времени для вас будут болезненны. Для вас будут болезненны. Они будут болезненны. Все, что связано с домом, с семьей и так далее. но это вот неизбежный путь к новой жизни. Чтобы было лучше, например, придется переехать. Хоть вы и не хотите, потому что успели подружиться с соседями. Поэтому, а что от вас потребуется? А ничего, вы знаете, старшие арканы в принципе вам ни советов не дают, ни права выбора не предоставляют. философски к этим переменам относиться не более. Для Козерога спрашиваем звезды и карты Таро на тему чем чреват, чем опасен Сатурн в рыбах на предстоящие два с половиной года. Для вас такой легкий, необязательный в принципе факультативный третий дом Козероги. Я считаю, что эта новость очень хорошая. Третий дом это вот ваша повседневная жизнь. И Сатурн вот этот вот слой собирается как-то переехать, как-то поменять, подмять под себя вашу повседневную жизнь, поменять дороги, которыми вы ходите, поменять друзей вокруг, поменять окружение, поменять просто, знаете, дело в том, что в третий дом в основном попадают вещи, которыми вы пользуетесь. Вот ежедневные вещи, причем от автомобиля до, я не знаю, до стакана буквально. И перемены вот эти коснутся вашей повседневной жизни, окружающего мира, окружающих вещей. То есть, скажем, если в начале этого транзита вот теперь вы смотрите это видео и вокруг вас вот это вот все находится, и на вас вот это вот все, то, когда пройдут два года, этого с половиной года, вы окажетесь в окружении других людей и других вещей. И это звучит, ну, вроде бы даже для многих оптимистично. Я думаю, что многих действительно Сатурн осчастливит в этом смысле. У вас там купите на порядок дороже машину за это время. Разве это плохо? Конечно, это хорошо. Но надо помнить, что все-таки Сатурн планета серьезная и злая. А Сатурн в основном людей заставляет делать что-то через не могу или через не хочу. То есть, здесь какая-то идея принуждения. Не то, что у вас вы радостно поменяете там окружение, вот это все, машину, например, то же самое, мебель вокруг себя, прошу прощения, конечно. Сатурн заставит, вынудит, вот он найдет средства. И это особенно касается таких ортодоксов, таких вот инертных людей, которые не любят перемены. Если вы к таким себя относите, то будьте готовы, что в этот период как раз вас звезды обстоятельства толкнут на какие-то вынужденные перемены. Карты предлагают Козерогу вот такой совет или такое предсказание, или такое предупреждение. Так, денежная карта, четверка Пентакли, карта сохранения. Мы говорили про ваш быт, что транзит проходит по бытовому дому, и карта тоже выпадает некрупная и такая вот бытовая. Она просит Козерогов быть практичными, копить деньги, копить, ну не знаю, накапливать какие-то ликвидные вещи. Карта советует в это время держаться, ну не возноситься куда-то высоко, далеко в абстрактные высокие дали, понимаете, потому что данный транзит вот именно Козерогов очень заземляет, потому что такой земной дом очень вот этот вот третий, да, он очень такой реальный, очень ну прямо вот простой что ли, да, и карта выпадает, очень проста, и в целом такой вот комплексный, я вижу здесь совет для Козерога, смотреть на вещи просто, на себя, то есть все время думать только о том, что выгодно или невыгодно, например, купить, не купить, продать, не продать, и предельно реалистичный взгляд, и предельная практичность. Водолеев, конечно, отдельный разговор, дело в том, что вы герой прежнего транзита Сатурна, только что вот он переместился в рыбы и вышел из вашего знака. Прежние два с половиной года Водолеи были как раз таки страдальцами, главными страдальцами Зодиаки, и Сатурн занимался вами лично, как бы персонально. Теперь понятно, что он переключился на других героев, на рыб. Это, знаете, опять же, вот как в школе, знаете, учитель вас пытает, допрашивает, спрашивает, несколько раз подряд к доске вызывает, в общем, вот мучает, а потом раз и переключился на какого-то другого ученика, и вы прям так хорошо, так легко. Вот у Водолеев такие ощущения сейчас должны наступить с начала марта, транзит этот проходит по вашему второму дому. Дом этот финансовый и просто денежный, ваши ценности, ваши деньги, ваши доходы и расходы, дебет с кредитом, ваш личный какой-то персональный баланс бухгалтерский, это вот все второй дом зарплаты, его иногда называют домом зарплаты, но мы понимаем что Сатурн вообще в целом планета злая, он не торопится одарить, ему важно заставить, а тем более Сатурн в рыбах, такой он еще и становится противоречивый, то есть что-то на тему денег вас это время заставляет, но в самом негативном мне кажется варианте этот Сатурн может заставить вас делать ради денег, ради какой-то большой зарплаты делать вещи, которые вы не хотите, которые вам неприятны, да, это может вам достаться какая-то работа, может достаться какой-то бизнес, который, ну, не отвечает вашим творческим запросам, например, или там не соответствует вашим морально-этическим принципам, такой работы тоже полно, а в последнее время, мне кажется, становится еще и больше, вот, и то есть как-то потерпеть, пострадать от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать в это время в пользу благополучия финансово, в пользу вот этих вот денег, вот это неизбежно все придется, но опять же, я рассказываю только негативные сценарии, почему? Задача предупредить, чтобы вы обратили внимание, вот, дорогие водолеи, вот, обратите внимание, что-то там у вас копошится этот Сатурн в вашем кошельке, свой какой-то порядок хочет навести, но это не только же доходы, второй дом, это еще и расходы, то есть это Сатурн может вас вынудить на какие-то систематические новые расходы, которым вы не готовы, например, или которых у вас прежде не было, вот, конечно, для кого-то, при правильном подходе, для счастливчиков, для любимчиков неба, этот же транзит обернется повышением зарплаты или просто новой зарплаты или новыми какими-то источниками волшебными доходов, ну, про хорошее не говорим, я всегда так придерживаюсь такой концепции, что хорошее вас само найдет, понимаете, вот о хорошем заранее что-то там планировать хорошее, думать и говорить, это смешно, понимаете, ну, пусть сюрприз будет, в конце концов, мы говорим более о негативных сценариях для того, чтобы, ну, к ним подготовиться, то есть, как-то морально подготовиться, или, там, попробовать избежать, правда, тех же самых ненужных, внезапных, вынужденных, Сатурн всегда выдает приказ или директиву какой-то, будешь платить, да, он говорит, нет, ты будешь платить два с половиной года за психоаналитика, два раза в неделю по 15 тысяч за час будешь отдавать, да, вот, как-то к этому попытаться избежать, или подготовиться, и так далее, ну, в любом случае, в общем, в зоне, внимание, ваши деньги, второй дом, он такой, в общем, легкий, понятный, нестраждущий, мне кажется, что, в общем, у водолеев в этом транзите должна жизнь лучше начаться, чем прежде, ну, что скажут карта Таро, совет, предупреждение для водолеев, перемены, ну, исходя из смысла, судя по теме, на выставку, да, судя по теме, это перемены в деньгах, но перемены крупные, я вам так скажу, если мы исследуем вот именно шестерки, мечей, это перемены за море, как вы раньше говорили, то есть перемены крупные, от берега к берегу, меняются доходы, причем, знаете, как-то принципиально, вот на 180 градусов, вообще, из другого места можете деньги получать, меняются расходы, опять же, карта нехорошая, неплохая, она какая-то вот такая вот посередине, она только тревожная, и всегда, всегда, мы же, работа Сатурна, принуждающая, контролирующая планета, обсуждаем, и шестерка мечей, всегда идею принуждения несет, то есть, поменять источник доходов, это в этом ничего плохого нету, это нормально, плохо только настроение, потому что вы вынуждены принимать эти перемены, сами бы вы, нет, ни за что не согласились, на новую работу, например, на другую зарплату, или на какой-то альтернативный бизнес, но вас вынуждает выталкивать судьба, все, здесь ручеек иссяк, все, здесь денег не будет больше, в этой компании больше не заплатят, в этой фирме, ничего, иди ступай, ты найдешь другой, какой-то свой родник денежный, но настроение по шестерке мечей всегда очень плохое, это чувство потерянности, неуверенности, страха будущего, и так далее, вообще не знаю, у водолеев бывает страх будущего, мне кажется, что это, нет, не должно быть, прорыв в нашей программе, будет отдельный разговор, столько раз мы сегодня уже упомянули название вашего знака, без конца, раз 500, наверное, я это сказала, Сатурн в рыбах, Сатурн в рыбах, Сатурн в рыбах, да, что уже вам это капает на мозги, но это действительно так, транзит Сатурна в вашем знаке, то есть вы в зоне, именно рыба в зоне его особого, пристального внимания, и в целом, да, не пугайтесь, но это означает, что вы главные страдальцы периода, это как, знаете, вот представьте себе класс, учебный класс, учитель строгий, это вот Сатурн, да, и ученики, и вот этот вот злой, строгий учитель выбирает из целого класса, да, там из 30 человек, ну буквально троих-четверых, для терзания, например, на сегодня, вот на сегодняшнем уроке, вот он будет вообще других, ну, по чуть-чуть там заметит, да, как, а вот вас будет спрашивать, оценивать без конца, вызывать в доске, ну, и так далее, понимаете, да, то есть вы себя ощущаете избранными в это время, ну, как-то не в хорошем смысле, вот, и вот этот транзит для вас, вот он такой, то есть, конечно, с вами больше всего будет происходить разного, странного, чем с другими знаками, но так должно быть, потому что это транзит в вашем первом доме, самым главным, он проходит, знаете, таким трактором, с мощными вот этими колесиками, переезжает ваш первый дом, а первый дом, там и положиться-то не на кого, там и переключиться-то, и свалить не на кого, потому что там никого нету, там только вы, понимаете, в этой комнате, только вы сами, наедине с вашими способностями и способами взаимодействия с миром, наедине со своим отражением в зеркале и собственным мнением об этом отражении, собственным мнением о себе, ваши таланты здесь же реализованы, по большей части закопаны, как у всех у нас, ну, и так далее, и тому подобное, то есть транзит Сатурна в вашем знаке, вот его задача упорядочить все, что связано для вас, внимание, с чем? С вами. Упорядочить, вот представьте, ваше представление о себе. Вы должны за предстоящие два с половиной года, особенно если вы дьявольски молоды, и это первый ваш транзит Сатурна в первом доме, вы должны научиться понимать себя, вы должны научиться понимать себя, сделать выводы о себе, кто вы есть, зачем вы живете, что вы за личность, каким путем идете. вы должны, может быть, привести в порядок себя, свою внешность, тело и здоровье, потому что внешность, тело, здоровье, это тоже все категория из первого дома. Вы должны выбрать вообще образ личности, вот тот образ, который вы транслируете миру, свою идеальную внешность, свою идеальную, там, я не знаю, какой-то вот такой имидж, и в целом диалог какой-то с миром выстраиваете. И все это хорошо. В своем вступлении, таком большом, где я в общем рассказывала про этот транзит, я сказала, что очень многие люди, особенно волевые такие, и которые знают, к чему стремятся, они и рыбы, самое главное рыбы, очень многие выйдут из этого транзита через два с половиной года такими стойкими, оловянными солдатиками, то есть уже с четким пониманием себя, с четкими жизненными целями, приоритетами, с какими-то принципами, но, к сожалению, потому что Сатурн заставит, он всех заставляет слышать слово «надо», не хочешь, а надо, это не умеешь, научим, не хочешь, заставим, вот это принцип Сатурна. Но, к сожалению, многих людей, и рыб, в том числе, а может быть особенно рыб, этот транзит Сатурна в Первом Думе может добить, разрушить окончательно, добить не в физическом смысле, понятно, а в моральном. И вот поэтому я вас предупреждаю, бойтесь, будьте осторожны, старайтесь не попасть вот в эту вторую категорию, потому что этот транзит по-настоящему, если дать слабину, если по-настоящему не заниматься воспитанием себя, выработкой там воли и так далее, можно скатиться очень легко в любые зависимости, в любые вредные привычки, в нездоровье, что тоже, кстати, Первый дом этим заведует, вот, и так далее. То есть вы должны быть очень внимательны вот именно к себе. В это время это все вместе называется такое внимание к себе и умение себя организовать и заставить в том числе. Это называется модным словом любить себя, вот, любовью к себе. То есть для рыб очень актуальна любовь к себе в это время, любовь к семье. К себе не распускать себя, это разные вещи, не распускать, не давать себе волю, одним зефиром питаться, например, как я в детстве. Вот. А именно по-здоровому, то есть вы в это время вот вообразите себя таким строгим, но справедливым и очень чутким, очень любящим родителям для себя самой. Вот это единственная роль, единственный вариант для развития событий, чтобы было все благоприятно, понимаете, да? И строгость к себе. Так, одна карта рыбы. Дьявол. Представляете, старший аркан. Ну, карта очень, смотрите, чивое предупреждение. Вот весь абзац вышесказан, все, что я вам говорила про вредные привычки, зависимости, комплексы, страхи, страсти, может быть надуманные какие-то придуманные лишние тайны. Это все карта дьявола говорит. Но самое главное, слово, вообще это второе название карты или вообще первое, это зависимость. Видите, герои на карте. Герои на карте скованы цепями. То есть, вот главный совет карты для рыб избегайте цепей. Вот избегайте любых цепей, любых зависимостей. Избегайте погружения в любую, знаете, аддиктивную среду. А уж какой для вас, какая среда может быть для вас аддиктивной? Это и про любовь может идти речь, и про еду ту же самую, да, и про какую-то заботу чрезмерную о себе. Вот, и так далее. И, в целом, я вот именно рыбам хочу, ну, к рыбам как-то отдельно обратиться. Вы избранники Сатурна на это время. Это действительно так. Ну, знаете, тут все справедливо. Он, когда закончит с вами разбираться, он же на Овнов перекинется, а Водолеев-то он вот только что в покое оставил. То есть тут всем поровну достается, просто вот кому когда. Вот. И я хочу к вам обратиться вот с отдельным таким, может быть, тезисом. Понимаете, Сатурн дает, вот именно заставляя этими жестокими уроками, этим, ну, каким-то насилием даже, да, своим. Сатурн действительно насильственными способами борется с нами. Вот. Он все-таки дает вам в этом первом вашем доме, да, в этом своем транзите колоссальные возможности для самореализации. Колоссальные просто. То есть вот по большому счету с большой буквы найти себя во всех смыслах и профессиональном, личном, физическом, я не знаю, интеллектуальном смысле найти себя можно только, когда он там. Представляете? То есть это шанс раз в 30 лет дается человеку. Ну, редко, редковато, так скажем, прямо, да, раз в 30 лет. Поэтому ну вот смотрите, что вы выбираете.